Маленький мальчик по крыше гулял, кончилось крыша и мальчик упал. Ну, собственно, вот так вот можно охарактеризовать уходящую неделю, конечно же, да. И о главном событии вот этих вот нескольких последних дней, да, о том, как схлестнулись два президента. Вернее, схлестнулся один президент и какой-то маленький мальчик, как показала практика. Потому что, ну, то, что мы наблюдали, я не знаю, президенты так себя не ведут. То ли это уже что-то старческое, то ли там детство в одном месте заиграло, но все мы, я в том числе, даже противники Владимира Путина, те, кто не одобряют его политику, даже вот такие люди ожидали более-менее какой-то адекватной реакции, получили в итоге то, что получили. Сейчас об этом поговорим, подведем короткие итоги. Уходящая неделя, это реальная журналистика. Всем привет! Нет, то, что врут наши пропагандисты, к этому мы уже давным-давно привыкли, но вот как они врали на этой неделе. Это какое-то кино и немцы, честное пионерское, да и сам президент от них не отставал. Ну, повторюсь, да, мы все слышали, что он ответил. В общем, на серьезное обвинение. На серьезное обвинение, причем не от абы кого. Кто как обзывается, тот так и называется. Сразу же в соцсетях понеслось, люди давали вспоминать какие-то детские считалочки. В общем, подняли всю эту историю на смех, но Путин не остановился на достигнутом. Он придумал какой-то батл в каком-то прямом эфире. Чем еще больше обгадился, простите мне, мой французский. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Мастер смеха. Киселев в эфире. Сочетаю о себе и о том, что происходит в мире. Ой, а пропагандисты что поднесли? Ребята, у меня глаз задергался, вот когда я начал читать отдельные статьи в серьезных изданиях, между прочим. Ну вот давайте вам зачитаю, процитирую одну из таких статей, да. Издание газета.ру, действительно серьезное издание. Внимание! Британцы оценили высказывание Байдена о Путине, читателей британского таблоида Daily Mail, после резкого высказывания президента США в адрес российского коллеги, выразили мнение, что Байден психологически неуравновешенный человек. Об этом сообщает РИА Новости. Ну вот теперь я вам хочу просто показать пруфы, на которые ссылается РИА Новости. Кто не знает, что такое пруф, это доказательство, да. То есть на кого конкретно делает отсыл? Ну британцы же осудили Джо Байдена. Так вот, что это за британцы? Какой этих британцев статус? Давайте вместе посмотрим, давайте вместе почитаем. Итак, в Белом доме завелся псих, написал пользователь ДИС. Разжигатель войны Байден решил начать с России, считает пользователь какой-то там 75. Похоже, Байден вознамерился развязать третью мировую войну, пишет пользователь Каркар, ну и так далее. То есть, ребят, вы сами только что видели, представляете, на кого ссылается серьезное издание газет А.РУ? На какие-то посты в соцсетях, там под этой статьей, да не на конкретных людей, не на статусных людей. То есть статусный человек это какой-нибудь условный, там не знаю, Пол Маккартни, это какая-нибудь условная английская королева, это какой-нибудь условный бизнесмен, это какой-нибудь условный британский политик, да просто какие-то условные британские общественные деятели, у которых есть имя, фамилия и отчество, нет. Они ссылаются на ноунеймы, да, на несуществующих людей, которые зарегистрировали. Любой дурак сейчас может зарегистрировать аккаунт, где угодно на это потратить там 2, 3, 4 минуты. Абсолютно левый аккаунт в любой точке планеты, где-нибудь в каком-нибудь ЮАР, например. И под этим аккаунтом писать любую фигню под моими там роликами или под постами того же Путина, под постами того же Байдена, под постами любого серьезного издания, означает ли это, что на эти ноунеймы можно ссылаться и уж тем более рисовать вот такие заголовки. Британцы высказались. Ну, слушайте, я понимаю, что, конечно, это ориентировано на дураков в очередной раз, но реакцию Байдена мы затем увидели. И, в общем, когда я ее увидел, да, последующая за всем этим реакция уже на следующий день, там через 2 дня после того, как американский президент высказался в отношении Путина, история продолжилась, то есть последовала еще реакция. Вот меня она не удивила, но я понял, что, в общем, ситуация более чем серьезная. Последствия, но я уже говорил в предыдущем своем видеоролике, какими будут последствия, они уже начались. Вот только что показал вам реакцию Байдена, это политические последствия, то есть очевидно, что в ближайшее время на равных с Владимиром Владимировичем никто не будет разговаривать. Политические последствия потащили за собой экономические последствия. Изначально, в первый день, когда все только началось, мы увидели, что обрушился рубль. Ну, не обрушился, хорошо, просел, подешевел. В цене, к чему это приведет, действительно, к росту цен. После того, как Путин отреагировал на слова своего американского коллеги, лучше бы молчал ей богу. Потому что это в очередной раз шарахнуло по экономике, и нефть обвалилась. Стоимость нефти, то есть до того, как она там была где-то в районе 67-68 рублей, то после вот этого вот идиотского, не побоюсь этого слова, выступления нашего главнука, нефть просто рухнула сразу на 8%, до 62 долларов за баррель. Что такое 8%? Слушайте, ну это серьезный урон экономике. То есть дедушка повеселился, дедушка поиграл в маленького мальчика, а экономика понесла убытки, минус 8% нет. Если все это пересчитать в деньги, да в бюджетные деньги, да вообще в масштабах страны, я просто даже боюсь такие суммы называть, потому что я таких цифр-то не знаю. Это огромные бабки, мы просто потеряли в течение одного дня, а просто потому, что Владимир Владимирович решил поиграть в маленького мальчика, решил пошутить. Правда и здесь пропагандисты меня, конечно, умиляли. Вот сейчас я вам покажу. Один замечательный скриншот, сделанный 18 марта, в день, когда мы радостно праздновали присоединение Крыма к Российской Федерации, очередную годовщину. Вот именно в тот день обвалилась стоимость нефти, но, ребята, усиленно, вот вы видите этот скрин, толкали в топы Яндекса, продвигали, я уж не знаю, там, при помощи денег или каким еще образом, продвигали информацию там суточной давности. Как-то баррель стоил еще 67 баксов, для чего это сделано? Ну, очевидно, опять же, для ватанов, чтобы они, в общем, подвоха никакого не увидели, и это не есть хорошо, друзья. Продолжаем. Ну, этот концерт, он, конечно, вообще всех умилил. Вы можете себе представить, например, да, Великую Отечественную войну? Где-то там по Торжевам гибнут люди, лежат горы трупов. Счет идет уже на сотни тысяч жизней. Где-то там в Ленинграде люди умирают от голода, вынуждены есть друг друга. Тяжелейшая ситуация. Да где-то там на Урале у станка стоит маленький ребенок и падает с ног, там, 15-летний какой-нибудь, 14-летний, 13-летний, падает с ног, потому что он не ел, потому что он устал. Но он делает снаряды. Да, тяжелая ситуация. Сталин бы в это время в Кремле на Красной площади устроил концерт, куда нагнал каких-то клоунов, они бы там пели, плясались, веселились, танцевались. Сложно, да, наверное, такую ситуацию представить. А вот Владимир Владимирович это сделал. В тот момент, когда у него на внешнем фронте проблемы, он схлестнулся ни с кем-нибудь, а с американским президентом. В тот момент, когда у него рубль валится, в тот момент, когда у него нефть валится, в тот момент, когда у него в стране пандемия, он поет и танцует на концертах вместе со своими сторонниками. Слушайте, ну, я правда не знаю, кто комментировать. Ну и да, да, не забываем, что пандемию никто не отменял. Вот, оказывается, сторонникам Путина можно. Видимо, в этот день вирус где-то гулял, отпросился, может быть, у него был выходной, может быть, отгул, что-то еще, или вирус поражает. Только оппозиционно настроенных граждан, обратите внимание, в последнее время, да, какое количество дел возбуждено в отношении... Оппозиционеров. Как раз все эти дела так или иначе связаны с коронавирусом. Вот в понедельник у меня в гостях будет Катя Ингалычева. Буквально в 18-го по ней состоялся суд. Ее оштрафовали. Она сама все расскажет. Вот как раз оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за то, что она пошла на митинг в поддержку Навального. А вроде как нельзя, вроде как режим самоизоляции. А вроде как тем самым она подвергла опасности заражения людей, которые вслед за ней тоже потащились на этот миг. То есть, как и нельзя. А вот видите, Владимир Владимировичу можно. Браво, браво, маэстро! Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Ну и чтобы не на грустной ноте, подведем промежуточные итоги того самого голосования, о котором я заявлял в предыдущей программе. Реальная журналистика. Голосование было связано с тем, что пропагандисты тут все увизжались. Мол, Байден своим заявлением оскорбил не только Путина, он оскорбил всю Россию. И вот мы решили провести такое интерактивное голосование, как вы считаете. Оскорбил или не оскорбил, и вот пока вы можете видеть, подавляющее большинство граждан считают, что все-таки не оскорбил. Я тоже придерживаюсь того же самого мнения, потому что действительно в адрес России там не было сказано ни слова. Это было такое частное заявление в адрес конкретного лица, если говорить о Владимире Путине, как о всенародно избранном президенте. Слушайте, но в хорошие это времена всенародно избранным никогда не был. Всегда оставался какой-то процент граждан, которые голосовали против него или не голосовали вообще. А в этот раз, если мы вспомним выборы 2018 года, да, и вспомним, что на эти выборы там пришло чуть больше 20% избирателей, проголосовало там за Путина чуть больше половины. Ну, слушайте, ну и 10% президента. О каком оскорблении в адрес всей страны можно говорить? Ну, хорошо, хорошо, пусть будет 15% президент, если вы так вот посчитали. Кого? Чиновников и его холуев оскорбили, что ли? Ладно, увидимся, услышимся очень скоро. Вам удачных выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok